итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game я решил продолжить снимать игру snow runner потому что она мне просто понравилась в прошлой серии я ее так и назвал тупой еще тупее я конкретно тупил и в общем-то во многом не мог разобраться сейчас же уже я потратил какое-то время на эту игру более-менее разбираюсь но все равно останусь при своем мнении что игра все-таки лишена интуитивность и многого-многого мне не хватает ну ладно в общем это останется в прошлой серии и наверное вообще в прошлом с прошлой серии я как видите смог заменить себе транспорт у меня было два интера интер капотник и интер без капотник теперь я съездил на карту ну съездил то так конечно громко сказано съездил так переместился на карту таймыр и там приобрел себе вот того прекрасного маза масс надо сказать ну такой себе тоже машинка такая себе попробуем подъехать к не поближе нам все равно к тому же надо будет сейчас перегружаться машинки в игре выполнены в общем то неплохо особенно хорошо удались удались те машины которые подверглись лицензированию наверное кто играет знает что здесь есть лицензионные машины а есть не лицензионные но вот те что американские они конечно же лицензионные и они носят настоящее название они в общем то детализированы лучше гораздо лучше чем машины которые не подверглись лицензионному соглашению и наш масс конечно же под лицензию не попал но как видите внешне вот он синенький стоит он похож все равно похож в общем то на наш масс узнаваемость есть но все равно видимо и от какой-то перестраховки что ли разработчики все-таки сделали какое-то отклонение от настоящей модели маза также например здесь есть и наши уазики в которых тоже есть такие своеобразные отклонения от ну от нормы наверное это сделано из-за того чтобы не было никаких вопросов по поводу лицензии что купили не купили почему такая вот ну вот принципе мне машина нравится вообще я перемещался на таймыр чтобы купить камаза но на камаза мне не хватило денег и поэтому я взял вот такого маза с таким мазом я сталкивался в жизни мне удалось на нем поездить он прикольная машина мне он очень в реальности очень понравился ну и продав свои те две машины два интера я купил вот такую вот огромную машину я не знаю что это за машина это когда американец старый реально старый он и в игре старый и даже видите вот если посмотреть на протертые двери и даже оторван сама крутилка подъема опускания стекла ну а так принципе машинка прикольно она здоровенная как вы можете заметить и в общем то она меня здорово выручает тому же здесь очень много заданий и контрактов которые требуют крана ну я уж подумал если уж брать кран то пускай он будет здоровенный чтобы уж не было никаких вопросов поэтому вот свои две машины я поменял вот на эту вот красавца ну и сейчас мы будем брать тогда наверное один из контрактов которые есть на этой карте чтобы не перемещаться больше на какие-то другие так из этого списка я уже все сделал значит нам надо вот этот до берем вот этот вот первый контракт который гласит что нам надо доставить бетонную плиту одну штуку но одну упаковку или уж поддон как они здесь распределяются и запчасти смотрим где мы можем получить запчасти запчасти продаются вообще грузится вернее не продаются тут не за деньги берешь а просто получаешь груз на соседней территории по бетонным плитам они находятся вот здесь тоже в принципе не так далеко и основная дорога идет у нас по асфальту ну и все это надо доставить в карьер а вот тут вот будут проблемы потому что в этот карьер я уже лазил это я вам скажу жесть для этого в общем-то масс я и приобрел потому что я полезная в этот карьер на своем вот этом вот красавцы и он там не помещается а если еще и брать то что я съехал с прицепом это было вообще полная жесть поэтому мы сейчас будем брать маза бетонные плиты мы не повезет не поедем за ними потому что вот у меня стоит прицеп он полный бетонных плит хотя можно и съездить загрузиться в общем-то это не так далеко в общем вот такие вот у меня сегодня планы сделать один контракт на видео сейчас я наверное за кадром загружу маза этим краном о как его раскачивает красиво вообще колбасит машину здорово он тяжеленный это прямо чувствуется по физике игры здорово сделано эта машинка нравится нам не ну начинаем тогда заниматься мазом потому что поедем в карьер мы на мазе он маленький он маневренный и он там должен поместиться потому что на двух других машинах я туда лазил это очень много римычное дело я вам скажу ну и в дальнейшем наверное вы увидите почему я очень надеюсь что мостом поместится нормально давайте заниматься мазом ну и решил я все-таки не перегружаться с этого прицепа который у меня заполнен полностью бетонной плитой потому что это понадобится в следующем контракте а по условиям этого контракта нам нужно всего одна пачка этой плитки поэтому мы съездим и загрузимся ей потому что это недалеко вот кстати как выглядит масс немножко неверное здесь расположение приборов ну вот как я и говорил да все-таки наверное разработчики пытаются не лицензированные машины не повторять один в один вот посередине как видите стоит спидометр по бокам три по три вернее прибора так вот они должны быть в виде треугольничка располагаться они вот таким вот образом ну а так в принципе визуально очень похоже я ездил на такой машине очень похож очень похож на наш старый 500 масс вообще очень приятная машина на самом деле как я сказал мне удалось в жизни на ней поездить прикольная машинка мне понравилось пока не мере мне она больше даже понравилось чем новый масс уже с квадратной кабиной вы давайте цепляться тогда вот за этот прицеп который я освободил прицеп как видите у меня уже много то есть как бы я тут по поездил уже по выполнял какие-то задания чтобы понять и больше уже не тупить поэтому я уже поразбирался из поездила конечно же уже оброс каким-то жирком так цепляем прицепом прикольно сделан кстати сцепка ну и поехали наверное тогда на загрузку загрузка слава богу как я уже сказал у нас здесь недалеко и загрузка бетонных плит и запчастей все в общем то находится здесь карта прикольная я уже поездил и по другим картам карты надо сказать что сделаны с такой степенью усложнения чем дальше вы продвигаетесь тем карта становится все сложнее и сложнее когда я заехал на эту карту мне казалось что ну вот это вообще жесть потому что изначальная карта так называемый black river она простая там очень много асфальтного покрытия в общем то задание выполняются я бы даже сказал с радостью с удовольствием хотя я и тупил очень много в чем-то не разбираясь заехав на эту карту мне казалось ну совсем жесть но поездив по ней какое-то время мне она даже очень сильно понравилось я уже заехал на следующие карты и вот там то будет совсем кошмарно там одна вода и одна грязь это конечно будет достаточно сложно ездить по крайней мере если я до этого момента не открою себе все улучшения но не все то всех вряд ли откроешь пока не пройдешь свою игру но какие-то улучшения хотя бы для этого маза я хочу открыть нормальную резину так заезжаем на точку погрузки тормозимся и здесь нам надо получить запчасти так включаем меню о запчасти первые также здесь есть буровая запчасти для машин а нам нужны просто запчасти вот тоже кстати запчасти и запчасти для машин можно ошибиться и взять не то что кстати я уже проделывал поэтому знаю есть запчасть а есть запчасти для машин надо быть повнимательной так нам надо две пачки берем две пачки Ну и в общем-то все Тоже погрузочка так выполнена С одной стороны прикольно Но с другой стороны хотелось бы более плавно Чтобы погрузка происходила Но все равно это здорово сделано Особенно по сравнению с первыми частями Этой же игры Ну я имею ввиду модраннер, спинтайрс Ну и все тогда Мы выдвигаемся в сторону второй погрузки И потом на самое сложное На карьер В карьере была миссия Надо было забрать оттуда Прицеп с двумя контейнерами Прицеп длиннющий А я туда сунулся вот на своем кране Который только что показывал красный Так вот я там горе-то мыкнул Очень много Тот кран он вообще не помещается Там в карьере Просто он сам по себе не помещается Не говоря о том что еще надо и прицеп за собой тащить Затем я поехал туда На второй своей машине Она тоже там очень плохо помещается Лучше конечно чем кран Но все равно очень плохо помещается Ну и еще надо помнить что прицеп Длиннющий Так вот я развалил там эти Контейнера по всему карьеру Пришлось туда сначала гнать кран Собирать эти контейнеры В один прицеп Потом ехать туда на второй машине Которая хоть как-то Маломальски там помещается И вот я пришел к тому что Если еще будет контракт связанный с этим карьером Я возьму машинку более маневренную А МАЗ Этот который я вот пригнал С Таймыра Он все таки маленький Несмотря на то что у него кабина тоже Как и у моего второй машинки Со спальником Но у него всего два моста Как можете заметить А тот мой грузовик Второй сидельный тягач Он трехмостовый Соответственно еще и капотник Поэтому он там очень тяжело помещается Но сейчас мы до этого дойдем И все это увидим Я очень надеюсь Что этот сейчас там будет Просто шнырять туда-сюда Без всяких вопросов Но Но здесь есть одно но Машинка эта МАЗ Как бы ну почти стоковая Почти Я поставил на нее какую-то резину А по условиям этой игры SnowRunner Эта машина здесь вообще не должна быть Потому что это Соединенные Штаты Америки Да, а это соответственно Русский грузовик Его здесь быть в принципе не должно Поэтому никаких запчастей для него На этой карте нету Чтобы на него найти какой-то мотор там Или ходовую Надо ехать и открывать карту Таймыр Ну что конечно же делать Но не очень хочется Поэтому движки для Движка вот для этой машины У меня в принципе просто нету Здесь стоит стоковый мотор А он слабенький Надо сказать слабенький И вот что сейчас у меня будет в карьере Мне самому интересно Да, записываю я это видео Так сказать в реальном времени Не постобработка То есть как я делаю например обзоры И я сначала записываю материал Потом пересматриваю его Что-то анализирую И уже поверх снятого материала Я накладываю текст Ну имеется ввиду звуковой Ну здесь же я записываю прямо вот в реальном времени То что сейчас происходит То я и комментирую в общем-то Кстати загорелся уже маркер Где нам надо загружаться И дорога идет до маркера хорошая Дорога прекратится после того Как мы загрузимся Сейчас вот этой вот Плитой Вот после этого дороги Можно сказать не будет Ну и еще что-то вот Что мне не понравилось Пока я исследовал эту игру Эти карты Не понравилась мне градация Здесь как бы Ну это еще идет от того Что например за рубежом То есть в Европе Или в той же Америке Тягачи у нас называется Которые седельный тягач У них так У них называется просто трак И то что мы называем седло Седельный тягач отсюда идет Они называют пятое колесо То же самое Такая же практика и в Европе И наверное вот из-за того Что есть разница в названиях И есть и вот эти вот проблемки в игре Так например Здесь есть миссии Подобрать прицеп Да А есть же градации по прицепам Легковой прицеп Просто прицеп Или полуприцеп Вот это вот То что мы сейчас тащим Это полуприцеп Полуприцеп только потому Что он как бы Одевается на седло И задний мост автомобиля Является и передним мостом Этого прицепа То есть это как бы Не полностью прицепление А вот Прицепление к седлу Поэтому и название Такое полуприцеп Прицеп же сам по себе Цепляется сзади машины На вот этой вот дуге Здесь же этой градации нету И вот я брал задание Которое гласит Надо подобрать прицеп И вот сиди и думай А какой прицеп надо подобрать? Ладно если мы едем на тягаче И там стоит полуприцеп Ну и хорошо А если бы я приехал Например на бортовом А там стоял полуприцеп А по заданию Этой градации нету Так например Я влез На своей здоровой машине За прицепом Для пастора Привезите прицеп для пастора Такое задание здесь есть Я приезжаю На здоровой машине А там маленький Легковой прицеп Ну то есть Тут нету этой градации К сожалению А не мешало бы Чтобы было распределение Какой прицеп имеется ввиду Полуприцеп Простой прицеп Или легковой прицеп Ну вот пока я тут болтал Мы уже добрались Так а здесь нам надо Получить балку Так это кирпич Это не то Вот она бетонная балка Как видите она занимает Два места Ну она у нас помещается Так что вот Хотя я заранее запас С этой балкой Чтобы больше не ездить По подобным местам Потому что есть действительно Очень страшные места Например если грузиться На этой карте доской То надо проехать Через такие трущобы Что проще вернуться На карту назад Ну и в общем то все Погрузка у нас произошла Ехать недалеко Поэтому выдвигаемся В сторону карьера Карьера здесь вот совсем За мостом Когда это мостом то не назвать Ну вот мне очень понравилось В этой игре Когда ты что-то строишь Да участвуешь В строительстве Какого-то объекта Завозишь туда Материал Этот объект Прям у тебя на глазах Ну строится Вот это прикольно Придумали разработчики Здорово Надо бы не останавливаться На этом И продолжать дальше Так например Вот этот мост Кстати мы его строили Он тоже так же Нарисовывается Полный привод У этой машины есть Но он подключаемый А вот с резиной Как видите Ну не очень все хорошо Но очень надеюсь Что в ближайшее время У меня уже откроются Очки опыта И я Прикуплю для него Какую-то хорошую резину Так в принципе Мне этого Маза Хватает Но только Как я сказал Немножко слабоват движок Когда я тащил На свою базу Целый прицеп Заряженный Вот этой вот Бетонной балкой Ему конечно Было тяжеловато Тяжеловато Хотя тут есть Еще один Такой косяк Что ли В общем Когда груз Лежит у вас В кузове У него есть Физика веса Вот мы кстати Уже подъезжаем Туда Куда нам надо Нет Не это съезд Перепутал я Вот так вот У груза есть физика Когда он В таком положении Как сейчас Но если Этот груз Отцепить И бросить Он будет Весить Как картонная Коробка Я могу Все вот эти Три палета Одним уазиком Протолкать Метров на 200 То есть он Почему то Теряет вес Ну не знаю Почему так сделано И если Грузить сверху Вот этого То нельзя Будет Прикрепить груз И естественно У него Тоже не будет Никакого веса А вот и тот Самый наш съезд Куда нам надо И вот сейчас Начнутся проблемы Первая проблема Это очень крутой спуск Но я думаю Он справится Не особо справляется Включаем полный привод Очень страшно Перевернуть груз Это очень страшно Тут у меня уже Случался Такой Это баг Я считаю Это баг Потому что У меня машина Вот тот самый Интер Который я продал В общем Я пока изучал Карту Загрузился И видимо Какая-то из текстур У меня не прогружалась Потому что Как только На любой машине Я заезжал Слякать Ну в грязь Машина тут же Переворачивалась Видимо Какая-то текстура Нижняя текстурка Которая Служила Как поддержкой Для колес Она видимо Не прогрузилась И в любую лужу Или куда-нибудь Ты заезжаешь И машина у меня падает Я уж думал Что ну Все конец игре Нахрен Нет Перезашел И все И машины перестали падать А вот Видите То О чем я говорил В самом начале Почему мне нужно Было здесь Вот этот Маленький масс Очень Очень Неудачные Здесь повороты Хоть и карьер Да Здесь должен ходить Вообще По идее Огромный Карьерный Самосвал Но вот Здесь сделано так Ну понятно Что здесь нет Никакого Карьерного Самосвала Все сделано Для того Чтобы тебе было Сложно играть Поэтому Вот Такой здесь Карьер Он Очень Очень Крутые повороты Здесь Крутые повороты И склоны Уже говорил я Что вот Сюда я уже Заезжал Оттуда Отсюда Я забирал Вот тут Можно скатиться Отсюда Я забирал Огромный Прицеп Ну горе Я здесь Мыкнул Конечно Нормально Но записывать Не стал Потому что Одной серии Как я тупил По моему Хватит Вот Вот сейчас Мы можем Устоял Вот Видите Вот такие Крутые Здесь Наклоны Что машину Клонит А вот Тот Мой Кран Ну Скажу Честно Он у меня Здесь Два раза Падал Просто Поэтому Надо Забираться Как можно Выше Вот я Зачем Сейчас Полез Опять Сюда Вот Теперь Надо Обратно Лезть Потому что Ехать Надо Лучше По этому Краю Ну Я уже Здесь Падал Но Мазик Справляется Пока Справляется Ну Вот Только я Сказал Мазик Справляется И Мазик Перестал Справляться Давай Родной Давай 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 Не хватает Двигателя Видите Вот Ну Я жму Газу Сейчас И полный Привод А ему Не хватает Стоковый Двигатель Это Кстати Тоже Одна Из Забавных И Новых Вещей Которые Ввели В эту Игру Это Прикольно Это Вот Мощность Двигателя Если В предыдущих Версиях Даже И речи Об этом Не было Ты Просто Берешь Грузовик Какой Те дается Какой Там Находишь На карте А В предыдущих Версиях Надо было Не покупать А находить На карте Открывать Эти грузовики Здесь Уже Придумали Что Можно Покупать Тоже Прикольно Сделано Но Об Экономике Чуть Позже Поговорим Так Вот Здесь Ввели Несколько Видов Двигателей И Действительно Мощность Играет Роль Действительно Тут Прописано Все Вот У этого Мазика Стоит Стоковый Мотор Я хочу Сейчас На него Повесить И ходовую Повыше По моему Она уже По условиям Очков Опыта У меня Открылась И ему Просто Необходима Мощная Движка Это Мы еще Сейчас Не сильно Загружены Говорил Что Я тащил Вот эту Балку Целый Прицеп Но ему Очень тяжело В гору Поднимается Ну просто Пыхтит Но это Мы сейчас Еще Едем По Достаточно Простому Маршруту Потому что Сейчас Вот Начинаются Кстати Трудности Можно Заезжать Двумя Способами Сюда На этот Карьер Как бы Через лево Или через право Вот мы поехали Через лево Можно было Еще через право Но я Выбрал Вот такой Путь А вот И те самые Крутые Повороты Про которые Я говорил Вот один Из них Нам надо В него Каким-то Образом Вписаться Можно Конечно Проехать Дальше Там Развернуться И приехать Сюда Уже Мордой Мордой В нужном Нам Направлении Но я Попробую Развернуться Так Потому что Ну там В общем-то Да нет Мы туда Никуда Далеко И не Проедем Придется Ехать Так Вот о чем Я и говорил То есть Я здесь Хапнул Горе Вообще Нормально На своем Вот этом Здоровом Красном Кране Я пытался Вот здесь Вырулить Он-то Длиннющий А еще Прицеп Сделано Специально Чтобы Озадачить Игрока Понятное Дело Что в этом Карьере Никакие Самосвалы Не ходят Иначе Ну на карьерах Так не делается На самом деле Я бывал На карьерах У нас Под Питером Есть каменная Карьера Кстати Где работают Глухонемые Прикольное Прикольное Местечко Грохот Стоит Жуткий Там же Добывают Камень И там же Его перерабатывают Удержался Удержался Еще видите Эти камни Они очень здорово Осложняют Мне жизнь И опять Это все Сделано Специально Конечно же Специально Ну прикольно Эти сложности Они Вообще Игра Вот с этими Своими сложностями Так меня зацепила Хочется решать И решать Игра интересная Действительно Интересная Но она Требует Просто Огромного Времени Просто Огромного Времени Если Так Вот Зайти Там На 15-20 Минут Там Нет Тут Часами Надо Измеряться Потому что Вся езда Вот как Вы видите Это Ну не гонки Далеко Не гонки И вот Опять Видите Какой Поворот Вот как Туда Вписываться Хрен Его Знает Поворот Просто Жесть Я Очень Рассчитываю На Этого Маза Что Он Все Таки Покороче Сейчас Будем Пробовать Туда Попасть Нам Надо Вон Туда Вниз И Внизу Еще Один Крутой Поворот В котором Мой Кран Вообще Не Поместился Пришлось Его Кубарем Там Болить Одна Надежда На Короткую Базу Этого Маза Надеюсь Что Сейчас Не Завалится Нет Надо Еще Чуть Чуть Наверное Сделать Наверное Еще Чуть Чуть Круче Нужно Сделать Иначе Я Сейчас Завалюсь Это Может Быть На На Видео Не Видно Не Чувствуется Может Быть Не Знаю Но Здесь Очень Тяжело И Очень Легко Перевернуться Просто Ну Очень Легко Перевернуть Прицеп Ну Тут Вообще Ничего Не Стоит Я Когда Сюда Первый Раз Заехал Тоже Так Расчувствовался Думал Да Что Здесь Будет И Я Тут Ну Я Просто Не Знаю Я Даже Хотел Записать Думал Вот Наверное Контентик Был бы Хороший Я Здесь Как только Кубарем Не Катался И Кран У меня Вниз Летел И Прицеп У меня Вниз Летел Потом Этим Краном Собирал Этот Прицеп И С одной Стороны Я Не Пожалел Что Приехал Сюда На Кране Потому Что Краном Большую Часть Вопросов Связанных С этим Карьером Решил Но Кран Зараза Здоровый И Ни Хрена По Доставке Он Мне Не Помог Пришлось Гнать Сюда Вторую Машину Вот В таких Случаях Очень Хорошо Играть Наверное Онлайн С Каким Ним Другом Который Был бы На Какой Нибудь Например На Сидельнике Да А я Вот На Кране Застрял Я От Двигателя Ну Не Хватает Мощности Ну Никак Не Хватает Тот Второй Грузовик Сидельник У меня Ну У него Таких Вопросов Не Возникает Там Только Переключение С Пониженной На Повышенную Там Переходит Автоматически Все И Он Только Останавливается И Дергает Прикольная Машина Но Он Тоже Очень Плохо Здесь Себя Чувствует Из-за Того Что У него Длинная База И Он Капотник То есть Капот Еще Занимает Четверть Наверное Машины А я За этими Разговорами Все пытаюсь Прицеп Толкнуть Немножко Под углом Чтобы Мне было Проще Заходить В этот Поворот Но Что-то Это У меня Получается Я бы Сказал С Переменным Успехом И Вот Таких Вот Задач На Этой Карте Достаточно Много Одну Из Очень Сложных Задач Я Тоже Здесь Уже Выполнил Надо Было Собрать С реки Разбросанные Бочки С Топливом Опять Если бы Не кран Я бы Не знаю Даже Как Я Этим Занимался Я Пробовал Туда Ездить С Манипулятором Но Пока Ты Грузишь Манипулятором Машина Просто Конкретно Вязнет В Будем Пробовать Ехать По Камню Очень Надеюсь Что Радиуса Хватает Вот Я Не Прогадал С Мазом Потому Что Мой Капотник Здесь Не Помещался На Капотнике Мне Пришлось Развернуться И Ехать Через Другой Заезд Он Немножко Проще Мне Кажется Надо Было Мне Наверное Туда Поехать Зря Я Выбрал Вот Этот Спуск Этот Спуск Очень Сложный И Он Упирается Видите В Каменную Насыпь А Машина Замечательно Замечательно Вот И Не Зря Я Говорил Что Наверное На Видео Это Не Чувствуется Но Перевернуть Машину С Грузом Здесь Это Дело Буквально Одной Неправильной Попытки Все Видите Раз И Мы Валяемся Ну Что У нас Есть Кран Придется Гнать Сюда Кран Потому Что Ну А Другого Выхода У меня Нет Все Равно Придется Гнать Сюда Кран Лебедки Автономные Здесь Нет Да И Цепляться В этом Карьере Не За Что Это Еще Одна Из Сложностей Именно Этой Точки Потому Что Не За Что Здесь Даже Зацепиться Ну Ладно Что Разговаривать Надо Гнать Сюда Кран Без Кран Мне Здесь Делать Абсолютно Нечего Ну Вот За кадром Я Прогнал Почти До Самого Карьера Кран Вот Он Приближается Уже К нашему Заветному Карьеру Как Назло Еще Пошел Дождь А Тут Физика Подогнана Так Что Если Идет Дождь То Больше Скольжение Прописывается То То Управление Немножко Теряется Ну И Вот Это Гробило На Этом Карьере Его Я Попытаюсь Наверное Загнать Через Другой Заезд Который Здесь Есть Через Который Мне Надо Было Ехать Не Знаю Я Очень Понадеялся На То Что Мой Маз Будет Маневренный Но Абсолютно Не Подумал О том Что Из-за Крутых Склонов Он Может Перевернуться Ну В общем То Это И Случилось Но Надо Было Заезжать Мне Кажется Вот Отсюда Прошлый Раз Я Пробовал Заезжать Отсюда У меня Было Более Успешно Вернее Более Успешно Это Все Получилось Ну А Чтоб Нам Попасть На Второй Съезд Более Простой На Мой Взгляд Хотя Бог Его Зна Заезжать То Надо Все Равно Отсюда Только Поворачивать Не Надо Там Где Я Повернул И Упал Нам Надо Проследовать Дальше По Кругу И Ко Второму Съезду Почему Мне Кажется Второй Съезд Все Так Попроще По Любому Нам Туда Сейчас Только Я Подниму Вот Завалился С помощью Лебедки И Поедем Ко Второму Спуску Если Он Там Сейчас У меня Проедет И Сам Не Завалится Потому Что Я Там Уже Валил Повороты Очень Крутые Как Вы Можете Заметить Машина Здоровенная Вот Так Мазата Я На Место Поставил Правда Стоит Он Очень Шатко Я Боюсь Что Как Бо Сейчас Опять Не Перевернулся Когда Начнем Вот Эту Здоровую Громилу Если Что Я Краном Мазата Стащу Если Даже Он Опять У меня Перевернется Но Потом Надо Будет А Хотя Я Могу Отсюда И Не Выезжать Хотел Сказать Надо Будет Потом Отсюда И Выбраться Каким То Образом Потом Можно Воспользоваться Возможностью Эвакуации И Уже Не Вытаскивать Это Мне В прошлый Раз Надо Было Вытаскивать Отсюда Потому Что Здесь Стояли Прицепы А Прицепы Не Эвакуируются И Вот Он Сложный Момент Фу Блин Не Перевернулся Слава Богу Не Перевернулся Ну Все Теперь Надо Доехать До Маза Вот Все Так Наверное Не Знаю Вот Смог Б Я Здесь Повернуть На Мазе Наверное Все Так Смог Бы Наверное Мне И На Мазе Надо Было Ехать Вот Здесь Этот Спуск Мне Почему То Кажется Более Спокойный Что Лик Более Пологий Да Он Тоже Не Лишен Вот Этих Вот Заковырок Которые Могут Тебя Спокойно Перевернуть Но Он По Моему Попроще Это Я Уже Что Расчувствовался И Полез Уже Через Тот Поворот Рассчитывая На Оттуда Уберу Маза Чтобы Он Не Мешался Попробуем Сначала Убрать Маза Для Этого Мы Ему Освободим Здесь Проезд Кран Поставим Куда Нибудь Вот Сюда Вот Ну А Маз Попробуем Сейчас Отогнать Как Видите Поставил Я его Не Очень Удачно Но Его По Другому Не Поставить Видите Он Уже Всеми Колесами Уперся Он Накренен Очень Сильно Я попробую Немножко Сдать Наверное А может Быть Вот Так Просто В Раскачку Поставить Или Сразу Вправо Вот Так Выравнивайся Даже Завелся Завелся Так как Коробка Стоит Автоматическая Поэтому Я нажал На тормоз Он Сразу Завелся Да Не стоило Мне Здесь Лезть Ну Ладно Я Уже Груз Потерял Так Что Теперь Беспокоиться Если Даже Прицеп Перевернется Уже Страшно Ничего Не Произойдет Слава Богу Что Еще И Груз Здесь Не Портится Да И По Большому Счету Как Можно Испортить Бетонные Плиты Да Я Бо Все Равно Здесь Перевернулся Я Думаю Сейчас Прицеп Пустой Поэтому Но Он Себя Ведет По Другому Когда Прицеп Пустой Он Ведет Себя Совсем По Другому Как Я Уже Говорил Что Когда Груз Появляется Некая Физика Веса Но Когда Груз Валяется Вот Так Вот Как Он Сейчас Валяется Я В принципе Могу Сейчас Оттолкать У него Сейчас Нет Веса Никакого Но Мы Не Будем Пользоваться Багами Этой И будем Все Делать По Честному Хотя Я Уже Так Делал То Если Я Сейчас Пну Машиной Мордой Даже Бетонные Плиты Они Со стороны Разработчиков И Не то Чтобы Я Очень Люблю Пользоваться Какими-то Багами Нет Но Тут Мне Приходилось Просто Когда Я Таскал Здесь Бочки Которые По условиям Игры Были Разбросаны По Реке Ну Они По берегам Реки Разбросаны А берега Здесь Такие Они Очень Плавкие В них Когда Заезжаешь Обязательно Вязнешь Ну И Когда Вязнешь Тебя Все Переворачивает Груз Вываливается И Я Ничего Не Нашел Лучше Как Взять Просто Мордой Оттолкать Этот Груз До Нужного Мне Места Не Могу Сказ Что Это Хорошо Но Такая Вот Здесь Механика Есть Когда Груз Валяется Вне Машины У него Нет Своего Веса И Я Что Думаю Что Я Сейчас Стрелой До Нашего Груза И Не Дотянусь Есть У Для Того Чтоб Начать Заниматься Перегрузом Нашего Развалившегося Груза Такой Каламбур У меня Получился Кстати Сделан Кран Очень Прикольным Я Пользовался Краном Еще И В Спинтаерсе Тоже У меня Там Были Моменты Когда Там Был Груз Только Бревна Здесь Разновидность Грузов Всяких Разных А Спинтаерсе Были Только Бревна И У меня Было Такое Что Я Разваливал Вот Не Дотянусь Я Вот Как Я Говорил Я Не Дотянусь Вот Это Печально О Дотянулся Пробуем Вот Таким Образом Протащить Если Я Также Смогу Закинуть Крюк И На Бетонную Плиту То Вообще Все Замечательно Лишь Быть Только Не Перевернуться Потому Что Еще Можно Перевернуться Кстати Говоря Я Начал Я Говорить Про Кран В Принципе Сделано Прикольно Но Видите Вот Есть Такие Неудобные Ракурсы Хотя Можно Переключать Вид И Вот Так Вот Можно Смотреть Но Есть Все Равно Неудобные Ракурсы Погрузка Кстати Тоже С одной Стороны И Хорошо Сделано А С другой Стороны И Не Очень Хорошо С Какой Стороны Хорошо Хорошо То Что Если Вы Не Хотите Запариваться Сейчас Я Могу Просто Бросить Этот Груз И Все Перелезаем В масс Нажимаем Запаковать Груз И Он Сам Запакуется И Встанет Так Как Надо Просто Надо Бросить Его Примерно В Кузов И Все Это Как Б Ну Не Знаю Хорошо Это Леплохо Вот Наверное Сейчас Мы Так Попробуем Сделать Вот Я Его Просто Бросил И Сейчас Когда Мы Все Остальное Погрузим Я Покажу А Он Сам Встанет На Место В Чем То Даже Париться И Не Надо С Одной С 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 Тоже Тут Можно Наверное Поспорить Не Один Час По Поводу Реалистичности И Нужна Ли Реалистичность О Зацепил А вот Что-то Мне кажется Что Бетонные Блоки Так Не Покатят Мне Зацепить А Вот У Меня Проблема Теперь Стрела С Эта С С С Я Не Дотягиваю С С Дотянется Слишком Много А еще Надо Еще Дальше Мне А вот Кстати Еще Что Мне Не Особо Нравится То Я Не Могу Сейчас Оставить Кран В Таком Положении Мне Обязательно Надо Сбросить Груз И Только После Этого Можно Пересаживаться Подвешенный Груз Нельзя Оставлять Кран В Таком Положении Оставлять Можно А С Грузом С Подвешенным Нельзя Но Тоже Как Плохо Неплохо Не Знаю Нормально А Вот Хотел Показать Вот Например Я бросил Себе На Самую Задницу И Вот Здесь Есть Упаковать Груз Хлоп И Все И Он Встал То Точно Ставить Груз В Нужное Место Абсолютно Не Обязательно Можете Просто Его Куда Нибудь Рядышком Бросить И Он Встанет А Вот Вторая Проблема Про Которую Я говорил Да Когда Груз Валяется На Земле Он Не Имеет Веса Вот Смотрите Видите Как Картонная Коробочка Полетел Вот Жаль Вот Это Конечно Я считаю Упущение Разработчиков Ну Даже У Лежащего Груза Должен Быть Вес Потому Что Я Вот Этим Уже Говорю Пользовался Я Вот Так Толкал Коробки Метров На 200 Не Очень Это Здорово Со Так Себе Я На Сам Деле Рад Что Вот Эта Игра Превратилась Хотя Бо Вот То Что Мы Сейчас Видим Я Очень Рад Мне Нравились И Спин Тайрс И Мод Ранер Но Играть В них Было Скучно Будем Откровенны Достаточно Скучно Здесь Все Таки Добавлено Столько Интереснейших Механик Вот Куда Он Цепляется Ну Мне Ж Надо Сюда Цепляй Коробку Блин Вот Зараза Какой Все Что Угодно Только Не Коробку Не Знаю Что Мне Делать Попробуем Еще Отвертеть Его Во Вот Ни Хрена Себе Надо Что Сделать Чтобы Зацепить Груз Я Думаю Что Лучше Было Если Была Механика Та же Самая Что И Зацепа Лебедкой Чтобы Загорался Кружочек И Я Цеплял Туда Куда Не Надо А Не Вот Такой Автоподцеп Мне Не Особо Нравится В общем То Ну И Раз Тут Особо Целиться Не Надо То Набросаем Груз Как Попало То Ничего Страшного Здесь Не Произойдет Так Как Она Сейчас Не Имеет Никакого Веса Мы Ее Просто Напросто Затолкаем Туда Ну Давай Поднимайся Что То Цепанулось Еще За Что Машину Грузом Повредить Тоже Нельзя И Все Равно Все Равно Мне Нравится То Что Сделали Разработчики Я Надеюсь Что Следующая Версия Данной Игры Будет Вообще Лишена Всяческих Багов И Недочетов И Будет Вообще Идеальная Ну Еще Расскажу Что Мне Нравится И То Что Сейчас Есть Попробуем И так Ее бросить Да и Все Во И Сейчас Мы Просто Пересядем Вот И Все Кстати Посмотрим Я Вот Так Еще Даже Не Пробовал Может Быть Так Она И Не Разложит По Кузову Посмотрим Сейчас Так А Сначала Надо Раз Паковать А Потом Упаковать Вот Видите И Делать Ничего Не Надо Вот Это Я Считаю Тоже Так Ну Не Знаю Наверное Опять У Каждого Будет Своё Мнение Мне Кажется Что Так Ну Надо Больше Реалистичности Немножко Больше Реалистичности Ну Нехорошо Когда Вот Так Можно Накидывать Хотя Чуть Чуть Поровнее Пускай В самом Кузове Он Уже Выравнивает Но В кузов Поставить Надо Поровнее Итак Мы Уже На Точки До Доставки Давай Мазик Давай На тебя Теперь Надеюсь И уповаю Уже Ночь Настала Я Еще В первой Серии Когда Начинал Эту Игру Играть Я Говорил Что Мне Не Нравится Здесь Время Суток По Моему Это Ночь Здесь Хрен Поймешь Что Ночь Что День Что Вечер Только Утро Прикольно Выглядит Я Всегда Переключаюсь На День Вечер И ночь Мне Не Нравится Не Ну Ночь Еще Более Менее А вот День И вечер Какие То Они Такие Абстрактные Некрасиво Выглядящие Давай Давай Родной Давай 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 Мазик Через Камни Пошел 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 Страус Нет Нет Сейчас Я опять Переверну Сейчас Опять Перевернусь В общем Вот оно Налицо То О чем Я говорил Что Карьер Очень Страшный Объект Давай 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 Зараза Не хватает Ему Мощности Очень Не хватает Второй Мой Капотный Который Он Был Здесь Легко Вытащил Он Мощный Там Уже Стоит Третьего Уровня Двигатель Но Этот К сожалению На стоковом Но Никак Сейчас Придется Опять Краном Его Тащить А Краном Мне Сюда Не Залезть Краном Стой Стой Придется Краном Толкать Ну И Вот Придется Сейчас Все Таким Пользоваться Даже Не Лебедкой А Просто Мордой Толкать Его Вверх Не Знаю Получится Это У меня Или Нет Но Сейчас Попробуем Потому Что Лебедкой Мне Не Подъехать Впереди Этого Маза Больше Въезда Нет Или Через Весь Карьер Придется Переться А Я Не Помещусь Он И Вот В Этом Повороте Очень Сложно Себя Чувствует А На Том Повороте Этот Кран Вообще Никак Ну Давайте Попробуем Протолкать Вот Так Вот Мордой Будут Небольшие Повреждения Ну Что Поделать Давай Ты Даже У тебя Что-ли Мощности Не хватает Давай Давай Ощущение Что я Маза Оставил На ручнике Да Нет Сейчас Он Вытолкает Его Все равно Вытолкает Сейчас Вытолкает Чуть Чуть Там Разгончик Чуть Чуть Побольше Разгончик Вот Такого Вот Хватит Давай Давай Пошел Сразу Вот Так Вот Все Теперь Выйдет Маз А этот Оставлю Здесь На ручнике Чтобы Маз Не Откатывался Больше А нет Маз То И Заведенный И Не На ручнике Че Это Он Так Сопротивлялся У Меня Только Не Переворачивайся Только Не Переворачивайся Я Не Хочу Больше Краном Здесь Ковыряться Все Все Осталось Последний Метр Давай Родной Давай Вот Не Хватает Двигателя Не Хватает Ну И Все Финиш Разгружаемся Есть Контракт Выполнен Принимаем Но Это Еще Не Конец Если Кран То Я Отсюда Смогу Эвакуировать Кстати Смотрите Водитель Сразу Уснул Уставший Так Вот Если Кран То Я Отсюда Смогу Эвакуировать Через Менюшку То Масто Придется Гнать Вручную А Это Опять Вот Этот Поворот Но Теперь Хоть Нету Груза Поэтому Я Надеюсь Что Сейчас Я Прискочу Здесь Я Выезжал Давай Давай Родной Давай Камни Специально Рассыпаны По краешку Да Все Это Уже Не Проблема Вот Камера Камера Я Говорил Еще Первой Серии Что Да Она Сделана Гораздо Лучше Чем Спинтайрис Или Модран Но Вот Бывает Она Упрется В стену И Вид От Этого Не Очень Приятный Ну Теперь Главное Еще Раз Не Шваркнуться Потому Что Склоны Очень Скользкие И Крутые И Вот Тоже Здесь Наверное Можно Поговорить И Поспорить По Этому Вопросу Что Ну Нельзя Перемещать Машину С Прицепом Машину В гараж Переместить Можно Так Называемая Эвакуация Да А Прицеп Нет Это Вот Как раз Тот Самый Момент Который В этой Игре Убивает Ну Огромную Кучу Времени Мне Вот Сейчас Чтобы Перегнать Машину Надо Вернуться Тем Же Путем Которым Я Сюда Приехал И В общем То Такое Себе Вот Занятие Именно Оно Вот И Убивает Много Времени Потому Что Если Была Возможность После Того Как Ты Выполнил Задание Вот Прошла Табличка Заданием Да Вернуть Все Машины На Базу Было Мне Кажется Гораздо Интереснее Потому Что Ну Да Первую Миссию Которую Я Сделал Мне Нравилась Здорово Едешь Перегоняешь Машину Так Где Тут У нас По верхней По верхней Дороге Надо ехать Едешь Перегоняешь Машины Здорово Красиво Все Но Под конец Это Надоедает Потому Что Задание Бывает Очень Далеко Да Ну Хорошо Карьера Он Не Очень Далеко Но Бывает Задание Которое Ну Конкретно Далеко А едешь То ты Как бы Ну Вхолостую Бессмысленно То есть Мне сейчас Надо просто Отогнать его Но Я его Не буду На базу Отгонять Потому Что Я еще Не знаю Какое Следующее Задание Скорее Всего Я его Оставлю Где Нибудь Возле Базы Ну Я Обычно Так Делаю Я Уже Рассказал Что Я Уже Поковырялся В этих Механиках Полазил В этой Игре Уже Очень Много Я понял Что В принципе Гонять на базу Не особо Нужно Единственное Что Вот видите Топливо Заканчивается А пополнить Можно Либо На заправке Либо Ну На базе Ну Я купил Маленькую цистерну И маленькой цистерной Заправляю Эти машинки Уазиком Ну Это тоже Вот опять Столько времени Убивает Это Ну Жесть какая-то Пока Ты на этом Уазике Доедешь До колонки Заправишь Канистру Привезешь Заправишь Эту машину Том уазик С прицепом Тоже надо же Отгонять Прицеп Не эвакуируется В общем Вот этих вот Перегонов Бессмысленных В принципе Очень много Это убивает Время Ну Жесть Вот сейчас Я еду Просто так Вот бессмысленно Еду Да Я его сейчас Догоню до базы Где мы загружались И оставлю там Потому что Может быть По следующему заданию Мне там Надо будет Загрузиться Ну Опять Палка О двух концах А может быть Следующее задание Потребует У меня Другого Грузовика Но надо будет К этому прицепу Гнать другой грузовик Ну такое себе Вот Я думаю Что лучше было бы Ой 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 Только не падай Только не падай Лучше было бы По завершению задания Чтобы предлагали Хотите эвакуировать Весь транспорт Или не хотите Не знаю Мне кажется Было бы лучше Если бы была Такая возможность Действительно Поначалу Мне Я даже не обращал На это внимания Ну и что Ну и покатаюсь Прикольно же ездить Тем более Машинки такие прикольные Хорошо прорисовано Все Здорово Но вот сейчас Я уже понимаю Что ну Я не хочу тратить время Просто так На перегоны этих машин Я хочу Ну повыполнять задания Поучаствовать В самой игре А не пустой Вот этой тратой Времени заниматься Но выхода нету Потому что Ну я не могу здесь Бросить прицеп Он мне еще пригодится Мне он нужен А его эвакуировать Нельзя Кран то я сейчас Эвакуирую И все Скажу еще Наверное Уже 20 раз Что игра Мне очень нравится Да Она не лишена Каких-то своих нюансов Которые Может быть В следующей версии Мне кажется Исправят Все таки Если не считать Спинтайрес и Модранер Да А я их на самом деле Даже за игры то не считаю Это были такие Особенно первая часть Она вообще была демонстрация В Модранере уже попытались Сделать какую-то симуляцию Виды из кабины Хотя мне так она раздражала Такая дурацкая Была А это уже все таки Полноценная игра Ну а вот и база Наверное Вот здесь вот я Рядочком с базы И оставлю Нашего маза Бог его знает Еще не смотрел Но следующее задание Скорее всего Будет связано с погрузкой Хотя у меня на базе Очень много всего Ну это я потом уже Посмотрю отдельно Надо кстати еще Обязательно глушить Двигатель Иначе он так и будет стоять И хавать топливо Но это из плюсов Я бы так сказал Ну ладно На этом буду заканчивать Вот такая у меня Получилась эта серия Я еще буду продолжать В нее играть Игра мне очень нравится Я стараюсь закрывать глаза На все нюансы Которые здесь мне не нравятся И в общем-то Потихоньку-потихоньку Втягиваюсь Ну идеальной игры В принципе нету И это не идеальная Но она мне очень-очень нравится Аналогов этой игры Пока что нету Поэтому ну Я хочу в нее играть И я буду продолжать В нее играть Ее изучать И дальнейшее выполнять Какие-то еще контракты И развиваться Хочу купить Камаза И как бы Наворотить Эти машинки Для этого нужны Очки опыта А очки опыта У меня пока Не очень много Но я над этим работаю Ну и ладненько Буду закруглять Эту серию Спасибо всем Кто посмотрел И всего вам Доброго Игорь Негода